Друзья, у нас сейчас будет важная тема, которую планируем обсудить. Это уже следующие ступени после Пратихары, Тхарана и Тхьяны. Важные темы, потому что если вы собираетесь заниматься саморазвитием более-менее по-серьезному, то без внутренних практик у вас продвинуться не получится. Это горькая реальность, но это так. И я вот с разных позиций пытаюсь во время этого тура вас подвести к тому, что если у вас даже есть цель узнать свои прошлые жизни, у вас должна быть до некоторой степени сильная мотивация эту цель получить. Если как таковой мотивации у вас нет, вы не сможете получить тот желаемый результат, который вы себе спрогнозировали. Допускаете? Что бы вы ни делали в социальной жизни, вы не сможете получить результат, если у вас нет сильного стремления. Поэтому чаще всего с прошлыми жизнями сталкиваются люди, которые попали или в какие-то трудные ситуации, у человека определенный край, и он не знает, какое решение принять, пойти направо или пойти налево, или топтаться опять на месте. И тогда есть мотивация что-то познавать. Тогда они начинают копаться внутрь. Но возникает сложность. Как таковые внутренние практики, они происходят или реализуются не потому, что человек хочет, а потому, что человеку дают возможность этот плод получить. Вот то, что я вам вчера пытался донести, что дверь открывается не внутрь, а изнутри наружу, то есть если перефразировать, вас должны впустить в этот тонкий внутренний мир при условии, что вы там не напакостите. То есть вы своим эгоистичным умом не принесете разлад вот в эту гармонию. В советские времена, не знаю там в какие, в 80-е, наверное, 70-е годы, в России, в Советском Союзе был фильм снят один, Кинзадзад назывался. Вот кто не смотрел, поднимите руки, то есть рассказывать более-менее сценарий там, да? Ну, в общем, в двух словах. Два советских гражданина попадают на какую-то планету, где совершенно дикие законы, где процветает демонизм. Власть сильного определяет все. Полиция – это полное беззаконие. Ну, вот пример такой. И когда они хотели оттуда уже убежать к себе на голубенькую планету, они случайно попадают на такую райскую планету, такой оазис. Но когда они даже туда летели, их предупреждали жители этой планеты, вы что, из вас там растения сделают, и вы всю жизнь будете с веточками стоять. Поэтому куда угодно, только не туда. Но у них вариантов не было, попадают они на эту планету, где из людей делают растения. Причем растения делают не потому, что эти жители, они такие злостные, а потому, что мировоззрение вот с этих низких планет у людей такое эгоистичное, что если они попадут в эти райские условия, у райские условия закончатся. Поэтому и самосохранение они вынуждены этих людей превращать в кактусы, ну или там в какие-то другие растения. С внутренним миром, который вы хотите получить через тхьяну, тхарану и подойти к самадхе, примерно та же самая картина. Если вы нахрапом пытаетесь проломить реальность и получить свой эгоистичный результат, то есть вероятность, получится совсем не то, что вы предполагаете. Но тем не менее, получается, как быть, то есть мы же все до некоторой степени эгоисты, не будь у нас эгоистичных каких-то тенденций, мы бы не смогли в этом мире буквально выжить. Ведь если, допустим, человек полный альтруист, то что с ним происходит в социальной жизни? Его начинают использовать, потому что эгоисты, которые используют других, они не контролируют свои страсти и желания, они готовы сделать все, что угодно, чтобы получить какой-нибудь результат. И в этом есть проблема. Получается, йогу до некоторой степени нужно сохранять какой-то эгоцентризм, если ты хочешь быть интегрирован в этом социуме. Вот пока понятна мысль? Не потеряли еще? Получается, до некоторой степени противоположная тенденция. Если вы станете совсем альтруистом, у вас будут проблемы в социуме, но если вы будете даже частично эгоистом, вас не пустят во внутренний мир. Как найти золотую середину? Как вы думаете? Белочерный, серый. Серый? Ну а что серым? Вот как? Йогой заниматься. Ну будете вы заниматься. Так все йогой занимаются. Вы посмотрите, сейчас по телеканалам уже про йогу говорят. Да, вот Яша верную мысль понял. Если вы хотите и сохранить свои человеческие наработки, которые вам необходимы, и в то же самое время получить плод внутренней реализации, вам необходим альтруизм для помощи другим. То есть вы это делаете не для себя. Вам это необходимо, чтобы помочь потом другим. Понятно? Можно сказать, что это определенная уловка. Но только такой вариант и будет работать. Потому что в противном случае вас или по кругу будут водить, или вы будете там думать о вселенской любви какой-нибудь, и будете думать, что это там самадхи уже практически вы переживаете. Или есть люди, которые с очевидной шизофренией, которые говорят очень такие сильные вещи на тему тонкого мира. Но, к сожалению, подтвердить на каком-то опыте это практически невозможно. Это основная проблема. Поэтому суть, которую я до вас пытался сегодня донести, вы можете получить и тонкие переживания, и вспомнить свои прошлые жизни только в том случае, если у вас будет сильная мотивация даже не для себя, а для других. Вот если вы сможете эту сильную мотивацию найти, тогда у вас, возможно, все получится. Если вы будете думать, что вы будете заниматься йогой, там, дышать носиком. Вы, кстати, знаете, большинство людей, почему йогой начинают заниматься? У 90% корыстные эгоистичные мотивации. Что вы говорите? Помощь себе, я хочу жить, поправить. Да, здоровье, похудеть перед пляжным сезоном и познакомиться с противоположным полом. Вот три тенденции, которые... А нет такой тенденции, когда люди начинают заниматься? Потом меняется, конечно. Они преображают. Да, да, да вы что. Большинство начинают заниматься йогой из-за эгоизма, но постепенно на коврике все-таки происходит определенное просветление. У человека включаются качества личности, когда он намного шире уже начинает смотреть. Или даже иначе, не шире, а глубже понимать саму тему. То есть они начинают йогу понимать намного более емче. Вот эту концепцию все из вас услышали, да? Лучший вариант, который я постоянно говорю, и надеюсь, вы со мной согласитесь, становитесь в той или иной форме проводниками знаний. То есть вы должны, если даже вы не хатха-йогу преподаете, вы должны людям давать какие-то знания, которые их будут облагораживать. Не важно, в какой теме вы это будете делать. Но самое востребованное, это, наверное, на первом этапе оздоровление населения. Но имейте в виду, если вы подсядете и станете лекарем, вот как говорят, это навсегда практически. Вы из этого пласта или из этой сферы услуг потом вас просто не выпустят. Потому что получается порочный круг. Вы начинаете лечить других или помогать излечиваться. Вот хорошо, здоровая спина. Запустите такой семинар какой-нибудь, здоровая спина. Да к вам придут больных полно, их на самом деле много. Вы легко этот семинар проведете. Но там включаются механизмы очень такие неприятные. Выйдя на этот уровень, вы сами станете больным. Вы потом сами вынуждены будете потом долгое время лечиться. А если у вас тело будет нездорово, вы никогда не займетесь внутренними практиками. Потому что здоровое тело – это фундамент внутренних практик. Да, есть люди с какими-то физическими изъянами, которые продвинуты во внутренних практиках. Но на самом деле их изъян и был причиной, или вот той самой мотивацией, которая заставила их заниматься собой. Не было бы изъяна, они бы не занимались. Но для большинства здоровое сердце, почки, все внутренние органы – они просто жизненно необходимы. Будет, если человек больной, у него просто мало шансов. Вот. Скажите, пожалуйста, вот по тому, что мы обсуждали, какие-то вопросы у вас появились? Более-менее понятно? Тогда пройдусь уже буквально… Да. Как вот увидеть ту грань, когда дверь, все-таки, кто-то изнутри открывает и приглашает, или ты ее головой пытаешься пробить? Повторю, вопрос, как определить ту грань? Или ты все-таки пробиваешь головой дверь, или тебе ее все-таки открывают? Вот. Наверное, сколько стоит тебе прикладывать усилия, чтобы пройти? Где остановиться в прикладывании усилий, да? Я могу свой опыт привести. Тебя должно прижать так, чтобы ты двигался, и у тебя не было уже вариантов не двигаться. А прижать чаще всего… Что значит прижать? Допустим, у тебя есть картина мира. В силу определенных обстоятельств эта картина мира начинает шататься. Фундамент разрушается мировоззрение. Ты привык жить одна жизнь, бери от жизни все. А тут тебе говорят йога, бесконечное количество жизней. И как в этой ситуации поступить, ты просто не знаешь. То есть где найти ту грань? И я пытаюсь донести, что на самом деле, если у вас будет сильная мотивация, у вас не будет возможности даже остановиться. Потому что остаться в старых концепциях, ну это будет, мягко говоря, не то. Вы будете чувствовать внутренний позыв копать дальше. Идти вглубь, вот что называется. И тогда будет обязательно результат. Если рассматривать мы Тхьяну и Тхарану, они отличаются лишь тем, что, если помните, мы на Пратихаре пытались отсечь все отвлечения. То есть вот те индрии или, как мы говорили, какие-то щупальцы, нужно отсечь для того, чтобы сохранить энергию. Хорошо, вы сохранили энергию. На следующем этапе вы должны уже концентрироваться внутрь себя. Поймите, какие-то абсолютные вещи, они не вовне находятся, не в космосе. Все ответы находятся в вас. И по факту, если вы учитесь выбирать какую-то точку концентрации, то в абсолютном смысле вам нужно идти вглубь себя. Именно там вы можете найти ответы, которые для вас будут необходимы. Но на самом деле самое главное – это ваш альтруистичный настрой. Только ключ альтруизма может открыть дверь в ваш внутренний мир. Эгоист будет ломиться долгое время. Теоретически ему могут что-то показать. Но помните вот то, что я рассказывал в самом начале. Вы там со своим эгоизмом будете только портить воздух. Уловили эту тему? Поэтому, если вы хотите изучить свои прошлые жизни, без Дхьяны и Дхараны это будет крайне сложно. Есть два текста, сейчас секундочку. Есть два текста, и у Патанджили в Йога-сутриях говорится, что именно концентрация вашего внимания открывает ваши прошлые жизни. Не будет у вас развита концентрация, вы прошлые жизни никогда не вспомните. У вас вот хаос будет, он, как сказать, ведь когда человек погружается в себя, первое время что он видит? Он видит весь тот хаос, который вы в себя помещали. Обрывки всяких концепций, которые вы были. Более того, однажды я слышал даже такую концепцию по поводу внутреннего мира человека. Представьте пепельницу. Пепельницу видели когда-нибудь, когда сидит какая-то группа людей, и после них остается пепельница. Это всегда невзрачная какая-то ситуация. Мало кому хочется быть рядом с этой пепельницей. Вот яркий, отрицательный пример, но он говорит примерно о том, что находится во внутреннем мире человека, который никогда не занимался собой. Маленькие обрывки каких-то гадостных переживаний, которые с ним случались. Он это все в себе хранит. И он не сможет, как сказать, прийти к своей сути, не пройдя через эти обрывки. И это никому не нравится. И концентрация, она крайне необходима. Именно концентрация вам позволит, не вовлекаясь в эти обрывки, между них лавируя, прийти к своей сути. Услышали? Хорошо. В чем наш вопрос? Илья, я правильно занимаюсь, что словами, наверное, не выразить как-то, как вот это, идти где-то от себя. То есть как-то каждый по наитии делает. Нет-нет, это прям чувствуется. То есть вы, когда концентрируетесь на какой-то точке, на определенном моменте, вы начинаете ощущать то, что вы никогда не ощущали. У вас как будто внутри раскрытие происходит. Это не расширение. Вы остаетесь точно так же. У вас, знаете, как у микроскопа, вы, меняя ракурс, начинаете глубже смотреть. То есть, да, ощущение складывается, что как будто какое-то расширение. На самом деле углубление происходит. А вот ощущение, что ты начинаешь растворяться немножко? Возможно. Возможно, в зависимости от того, какие вы слои проходите. Но именно при прогружении в себя происходит как будто внедрение. И самое главное, самый главный аспект, который существует, поймите, любая точка, которую вы можете использовать как объект концентрации, это временное явление. Вам в конечном итоге нужно идти внутрь себя. И там, возможно, вы эти ответы и сможете найти. Повторюсь, вопрос. Перед самадхи йог видит свои прошлые жизни. Они могут быть как до, так и во время, так и после. Вообще, знаете, с чем самадхи сравнивают? С осознанным сном. Вы входите в альтернативную реальность, но видите в упрощенной форме определенные явления. А теперь представьте, что у вас ракурс внимания изменился, когда вы видите не только один какой-то объект или одно событие. А представьте, что у вас объектов зрения стало много. И вы одномоментно видите несколько событий одновременно. Понимаете? Да. Вот у вас не два глаза, у вас тысяча глаз. И они одномоментно передают информацию в ваш обрабатываемый центр. И вот если распределить эти тысячу глаз во времени, то воспоминания прошлых жизней – это лишь наблюдение глазами того, кто проживает этот промежуток времени в реальности. Вы лишь коннектитесь, грубо говоря, к самому себе. Наверное, непонятно. Вот смотрите. Сейчас я… Ой, очень важный мой. Просто запомните вопрос. Представьте, вот каждый из нас – персона, да? Мы, каждый из вас, сейчас немножко по-своему перерабатываем зрительную информацию. Допустите, что существует какой-то центр, который подключается к вам одновременно, одномоментно, и считывает информацию с каждого из вас одномоментно. Допустите? А вы теперь ту же самую картину распределите во времени. Понимаете? Как это происходит? На самом деле, хорошо, есть такая концепция. Вот эта концепция намного серьёзнее того, как вы привыкли воспринимать мир. Вчера, когда мы с вами ходили в это Министерство счастья, сегодня и завтра, когда мы с вами будем карабкаться на эту, как её называют, к гнезу тигрицы, это существует одномоментно. Наша биологическая форма воспринимает время текущим, линейно. На самом деле, время, оно есть. Наша биологическая форма, протекая по времени, воспринимает разные срезы этого времени. Поэтому было вчера, есть сегодня и будет завтра. Допустите, пожалуйста, следующую концепцию. Существует определённая лестница, по которой эволюционирует живатма. Живатма – это ваша суть. Это не душа, это намного глубже. Это то, что с помощью вашего ума или ваших поступков накапливает опыт. Так вот, эта же ватма переживает тот или иной опыт в зависимости от того, какой опыт ей нужно на данном этапе развития пережить. Есть хорошее сравнение с театром. Театр, ну, допустим, возьмём пьесу Евгения… Поэма, по-моему, да, называется? На сцене актёры – Ленский, Онегин, пистолеты стреляют друг к другу и так далее. То есть есть определённая фабула, которая кем-то написана. Все поняли? Но актёры, которые играют или Ленского, или Онегина, они меняются. Но каждый из актёров, который попадает на сцену, он переживает определённые осмысления или осознания. И есть такая версия, что вот всё, что нас окружает – это театр, который создан был для того, чтобы каждый из вас пережил тот опыт, который ему необходим. И этот театр существует, если вы вовлечены в материальную форму. Но как только вы выходите за рамки материальной формы, для вас время перестаёт существовать как данность. Она начинает возникать как естество. И вы, находясь в этом естестве, можете видеть разные этапы этой шкалы времени. Поэтому, когда вы вспоминаете прошлую жизнь, вы ни в чего на самом деле не вспоминаете. Потому что для вашей личности прошлой жизни не существует. Вы как продукт этого мира идентичен. То есть у вас как у личности, вот, например, сид Катя. У Кати, как таковой, которой вырастила мама, привет маме, Катя, помахайте маме, поблагодарите за то, что она вас вырастила. У неё сформировалась определённая личность. Когда Катя вспоминает прошлые жизни, она не себя вспоминает. Она вспоминает ту живатму, которая была до рождения Кати. И это на самом деле с каждым из вас пример так и происходит. И легче вспоминать прошлую жизнь в том случае, если вы коннектитесь с живатмой, которая переживает примерно похожий опыт, который у вас был на данном этапе развития. Представьте, актёр, который когда-то играл Ленского. Да? Вот он уже старенький, он так мысленно думает, о, зажигал я на сцене. Когда он мысленно обращается к этой ситуации на сцене, он коннектится с каким-то другим актёром, который переживает то же самое. Ну вот уловили вы суть? Очень хорошо. Наконец-то. Дошло. С десятого раза, да? У меня наконец-то. Поэтому в действительности эти прошлые жизни необходимы для того, чтобы накопить мудрость с точки зрения кармы. Чаще всего, когда начинают изучать прошлые жизни, это делается, чтобы понять, как работает закон кармы. В той-то жизни я косячил определённым образом, и в этой жизни я имею такие плоды. И человек мудреет, он понимает, что значит, в мире людей закон кармы работает так-то. Потому что если бы это существо находилось в мире богов, для него закон кармы работал бы совершенно иначе. Переду вам один пример, который вы не верьте на слово, проверьте. Индусы некоторое время тому назад сняли хороший сериал. Называется Шани Дэв. Шани Дэв. Там, конечно, много смотреть. Там порядка 350 серий. 390 где-то. Ну, то есть пересмотреть всё невозможно. Но, тем не менее. Там показана любопытная ситуация. Есть божество Индра, который правит полубогами, которые поддерживают баланс в мире и так далее. Такая сложная пирамидальная структура. Индра в этом фильме показана, что периодически косячит. И странное дело, как он не косячит, как он не попадает, ему ничего за это не бывает. Его более старшие боги вызывают, спрашивают, слушай, ну ты опять накосячил. Он говорит, вообще ни при чём. Я же хотел как лучше, а просто так получилось. Они говорят, ну ладно, по голове его погладили, иди дальше, как бы, выполняй свои обязанности. Проходит время, он по-прежнему косячит. Его опять на ковёр вызывают. Но ты когда прекратишь? Он говорит, да я вообще не... Я же хотел как лучше, я поддерживаю баланс миров. Они говорят, ну да, ты прав. Понимаете, в чём суть? Если ты можешь аргументировать, почему ты это сделал, с тебя снимаются все обвинения. Прикиньте, как работает. А у нас-то... Потому что у нас степень материальной вовлечённости другая совсем. Вот как только вы включаете свои чувства при достижении какого-то результата, у вас процессы кармы начинаются совсем другие. Если бы вы... Даже не холодным сердцем. Даже не холодным сердцем. Должна быть фундаментальная аргументация, почему вы это делаете. И эта аргументация должна быть выше человеческого понимания. Вот тогда вы будете в акарме. То есть карма делится даже для мира людей на три категории. Викарма, карма и акарма. Викарма – это когда человек знает, что это будет косяк, и всё равно не может остановиться из-за чувств. Он делает. Ну, представляете, вот как происходит? Он знает, что это плохо, но чувства такие, что он убьёт и остановиться не может. Это викарма сто процентов. Карма, когда человек делает, но не знает хорошо-плохо, но думает, ну придётся сделать. А акарма, когда человек вынужден это делать. Он не хочет. Он вынужден это делать, потому что... Ну, вот как говорят... Ну, ладно, не буду примеры приводить, потому что лучше это не трогать. Когда они кормуют из безвыходной ситуации. Примеры понимаете? Вот Индра мог аргументировать свои действия так, что к нему претензии снимались. И на самом деле закон кармы так и работает. Если ты настолько умён, что ты понимаешь причину, действия и последствия, и ты не вовлекаешься в это совершенно, тогда закон кармы не может тебя зацепить. И он так считал. То есть он брал на себя ответственность. В общем, ребята, давайте вернёмся. Вот если попытаться аргументировать против вашего суждения, что все люди аргументируют по-своему, есть одно объяснение. Насколько вы чувственно вовлечены в то или иное событие. Вот эта чувственная интеграция, она и приводит к накоплению этих кармических концепций. Да, Яш. Ну, вот даже если говорить о таком могущественном божестве, как Индра, даже у него есть свой срок. И он, совершая вот эти ошибки, он просто свой срок укорачивает. Потому что живое существо биологическое, ему крайне сложно не вовлекаться в чувства. Потому что вот ваши пять накоплений, они являются отражением чувств практически в той или иной форме. Друзья, давайте вернёмся к Дхаране и Дхьяне. Я хотел объяснить основу. Если Дхарану вы концентрируете на... Дхарана — это концентрация вашего внимания на каком-то объекте, то Дхьяна — это уже погружение более глубокое. Почувствовали разницу? То есть, возможно, вы, не попробовав, не до конца понимаете, в принципе, разницы никакой нет для ума. Ну, логично. Но когда вы начнёте двигаться уже глубже, вы это почувствуете. А Патанжели лишь расширил вот это восприятие реальности. Надеюсь, у вас получится. Знаете, сколько получат благо люди, если вы сможете в эту дверь периодически входить, проникаться общим, и это общее потом нести людям. То есть вы практически святым станете, даже выполняя какие-то свои земные функции. А если в концентрации попадаете в такое состояние, из которого не хочется выходить, понимаете? Да, понимаю. Если вы не заставляете? Есть одна сложность. Вот тот мир, в который вы входите, где настолько хорошо, что не хочется возвращаться, он тоже временный. Как бы вам там не было хорошо, вам придётся его рано или поздно оставить. А если вы не будете, находясь в материальном мире, постоянно накапливать в себя новые задатки для этого бесконечного благостного состояния, то рано или поздно у вас начнётся деградация. И получается, что лучше как в командировку ездить. Вот у обычных людей, что хорошо, отпуск. Обычный человек, он как, у работника 11 месяцев труда, потом ему там сколько, 15 дней дают отдыха, ну или я не знаю там сколько им дают. Суть в чём, вот вы трудитесь, потом уезжаете какой-то отпуск. Вот лучше с внутренним миром поступать примерно так же. Вы уделяете примерно одну десятую часть своего труда в этом мире во благо другим. То есть часть – это благости, одна десятая часть, а девять десятых частей – труд во благо других. Тогда это беспроигрышная ситуация. Те люди, которые пытаются уйти в эту благость и там подольше находиться, вернутся к разбитому корыту. Придумаю один пример. У меня это реальный случай, вот совершенно реального человека. Был у меня знакомый, который, ну так получилось, он жил в одной квартире, родители ему другую квартиру дали, он другую квартиру сдавал, на проценты, ой, на проценты, на аренду жил и дошёл до такого, что он даже не выходил из дома. То есть ему приносили домой продукты, приносили деньги, он просто жил, изолировавшись от всех. Первое время у него что-то из внутренней практики ещё получалось. А потом он пришёл к полному тупику. Сколько он не практиковал, что он не делал, результата не было никакого. И это не единичный случай. Самое интересное было, когда он вышел из этого своего затвора и попытался социальной жизнью заниматься. Ему пришлось буквально с нуля начинать. Потому что он потерял все связи, он не мог найти общего языка с людьми, то есть у него большие проблемы были. И если вы по писаниям посмотрите, там рекомендовалось сделать диаметрально противоположным образом. Ты живёшь социальной жизнью, отдаёшь долги социальные, но тем не менее практикой поддерживаешь какой-то баланс, чтобы подойти, подойдя к старости, ты мог погрузиться уже в практику более осознанно и серьёзно. Все это понимают. А когда она старость? 57, 80, 90? Каждый сам решает. Ведь есть люди, которые молодые, они уже как старики, то есть они настолько себя измочалили, что у них уже, ну, как сказать, погост, как говорят, недалеко, да? Поэтому для них уже старость 25 начинается, к сожалению. Мне скоро будет 50 лет. Вы знаете, жизнь только начинается. Какая старость? Если вы уже подходите к самадхе, лучше вам иметь рядом человека более компетентного, который сам сможет почувствовать ваше состояние. В 70% случаях это шизофрения, когда человек говорит, что он самадхи. То есть у него переживание совсем не того, что должно быть. В 70% случаях. Повторюсь вопрос. Где вот эта мотивация? Как найти мотивацию заниматься другими, да? И проявится ли эта блажь сама собой? Не проявится. Лучше поверить на слово тем, кто на этом пути находится во много раз дольше вас, поверить им и начинать пахать поле уже сейчас, пока не наступила зима. Когда она уже наступит, будет поздно. По факту у вас выбора не будет. Если вы даже сгенерировали какое-то количество, вот у нас часто так бывает, ребята приезжают в эко-поселение и 10 дней затвора. Вот у нас ретрит, погружение в тишину. Энергии накапливает столько, что прям готовы как шарики взлетать. Но кому они первому приедут домой, с кем пообщаются, вот с тем они больше всего и обменяются энергией. Это естественное развитие событий. На самом деле в вашем вопросе, конечно, есть суть. Конечно, нужно думать, кому вы эту энергию даете. Если перед вами будет эгоист, он вашу энергию спустит в туалет просто-напросто. То есть, ну, в песок уйдет вся энергия. Лучше отдавать энергию тому человеку, кто развивается, или хотя бы у него есть шанс к эволюции какой-то. Ну, или, допустим, дети, если у вас, то детям без проблем. Отдавайте энергию детям. Ну, это, как сказать, вы вкладываете в того, кто вам ее потом вернет. Если вы преподаватель, и у вас есть люди, которые занимаются уже у вас, идеальный вариант – общаться со своими занимающимися и им отдавать. Сейчас у нас прогресс такой, что у нас сейчас существует интернет. Вы накопили энергию, чувствуете благостное состояние. Запишите видео или устроите стрим какой-то с кем-то. Запишите его и выложите в сеть. По карме этот стрим увидят ровно те, кому необходимо для их развития. То есть, вы им отдаете. Это даже не ваш выбор будет. В абсолютном смысле вам выбирать ничего не нужно. Вселенная, она справедлива. Патанжели за мантры, по-моему, ничего не говорит. Я просто не припомню, где именно на какой ступени. Подразумевается, что мантры – это как утром почистить зубы. Это естественно, что вы используете какие-то методики для поддержания баланса. Допускаете? Поэтому, если у вас есть развод мантры читать и утром, и в обед, и вечером. Есть такая возможность есть? Да, мантра может быть как объект прикладывания внимания. Вы же, когда Ом читаете, у вас не просто хаос, вы же пытаетесь сконцентрироваться. Он будет до тех пор, пока у вас хаоса, баланс перевешивает во внутреннем мире. А представьте, что вы накопили потенциал мантры такой, что он противовес уже до некоторой степени хаоса. Допускаете? Тогда у вас весь спектакль вокруг, он будет на фоне мантры протекать. Это главное, сколько вы усилий прикладываете. Друзья, на самом деле, у нас сегодня еще одна лекция планируется. Мы не в последний раз с вами встречаемся и говорим на эти внутренние темы. Постарайтесь задуматься о том, о чем мы говорили. И в следующий раз еще более глубже обсудим. Хорошо? Благодарю, что вы слышали. Благодарим это дерево за гостеприимство. Ну и Ваю, конечно, он привнес свою лепту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова